Добрый день всем любителям побега из Таркова. Приветствую вас на канале Тирангейминг и в этом коротком ролике мы поговорим про карту лес. Покажу лучшие спавны топового лута и расскажу, почему вам стоит играть на ней, особенно если вы новичок. Присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Хочу начать с того, что карта лес это одна из лучших карт для лута, особенно для начинающих игроков. Есть несколько причин. Во первых она огромная и там очень легко заблудиться. Насколько я знаю, то это одна из самых больших карт в Таркове, после того как ее расширили. Посоперничать в этом она сможет разве что с маяком наверное. На лес может загрузиться от 9 до 14 челкашников. Это значит, что очень часто у вас будут такие рейды, где вы не встретите других игроков, если будете аккуратно играть и не лезть на выстрелы. Во вторых, на карте лес спавнится топовый лут, начиная от драгоценностей, роликсов, биткоинов, львов и так далее, до самогона и фиолетовых лабораторных карт. Также на ней присутствует ну очень большое количество еды. Все об этом знают и никто не будет с этим спорить, я почему-то в этом уверен. И учитывая то, что например сахар сейчас стоит под 100 тысяч рублей, то заработать здесь денег становится не так-то сложно, даже для новичков, которые не знают карты. В этом видео я не буду показывать вам какой-то крутой маршрут или что-то в этом духе, так как на просторах интернета есть множество разных видео, в которых это уже все рассказывается и я не хочу повторяться. Также я не буду показывать вам где находятся схроны по этой же причине, если вам это нужно просто используйте интерактивные карты и информацию на ютубе. Моя задача рассказать вам о самых редких спаунов на этой карте, так как про них мало кто знает и очень часто даже играя за дикого и проверяя их в конце рейда вы сможете найти кое-что реально дорогое, так как мало кто знает про эти места и проверяет их. Перед тем как мы начнем хочу вас попросить, пожалуйста обращайте отдельное внимание на сахар, сгущенку, самогон, биткоины и все что стоит очень дорого за один слот. Можно даже скипить весь остальной недорогой лут, если у вас мало места. Старайтесь всматриваться внимательно, чтобы ничего не пропустить, так как самые редкие вещи лежат в тех местах, которые все пропускают и даже туда не смотрят. Во всех местах, где лежат цепочки обычные или золотые, а также статуэтки коня, в большинстве таких мест может заспамиться и Лев Лещенко, а также биткоин. Поэтому запоминайте все эти места, которые находите и чекайте их систематически для большей выгоды на дистанции. Давайте начнем с новой территории, а именно с лагеря Юсеков. Помимо нескольких спавных сахара и сгущенки, на которые надо обращать внимание, здесь внутри палатки, рядом с раскладушками или под ними может заспамиться биткоин и другие драгоценности. Чуть дальше после спуска с холма есть еще один похожий лагерь, там на медицинском столе спавятся медицины, звездочки и бупрофены и даже офтальмоскоп. Обращайте внимание не только на стол, но еще и под него заглядывайте обязательно. Ну и справа тоже не забывайте про еду, там спам сахара. Чуть дальше в сторону деревни есть радиовышка, рядом с которой есть бункер. Будьте внимательны, захотя в эту комнату, слева от тумбочки может лежать биткоин, а также на матрасе. На нем довольно сложно его найти, поэтому пожалуйста ищите тщательно с помощью чутья на добычу. Следующая точка находится по пути к деревне с несколькими времянками. В правых спамится много разной еды, а также частенько попадается самогон. Слева во времянке под расладушкой или рядом с ней может лежать биткоин, проверяйте в своих рейдах. Далее переходим в деревню, первый же дом который мы видим имеет спавны драгоценностей, не забывайте проверять и там. Следующий разрушенный дом тоже имеет несколько мест в которых может лежать дорогой глу, прямо в этих трех кустиках. Если там будет лежать биткоин, его будет тоже очень сложно увидеть, поэтому будьте внимательны. По правую руку от вас, через дорогу будет стоять деревянная стоянка с лодкой. Вот в самой этой лодке тоже лично находил биткоин. Также не забывайте проверять меченые круги, любые, на них тоже может лежать много разного и интересного. В самом последнем разрушенном доме на этой стороне дороги тоже есть 4 раскладушки. Скажу честно, здесь не находил драгоценностей, но по логике вещей тут тоже должны быть спавны. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто в курсе. Спасибо. На другой стороне деревни, рядом с озером, есть церковь. За ней стоит дом, в котором при входе вы увидите несколько кустов. В них тоже бывают драгоценности, поэтому обращайте внимание на чутье на добычу. Также здесь есть схрон. Далее направляемся к церкви. В лодке перед ней может лежать биткоин, веритас и все драгоценности и тому подобное. Когда заходите в козырек церкви, будьте внимательны. Здесь в разных углах, а также на зеленом ящике слева могут быть биткоины, чайники, цепочки и все в этом духе. В следующей деревне по левую руку находится один из моих любимых домов на лесу. Все потому, что в комнате в коробке и рядом с ней на полу спавнится видеокарта и тетрис. Лично вытаскивал отсюда это добро несколько раз. Обязательно проверяйте в своих рейдах. Ну и конечно же не забывайте про самогон и сахар на кухне. В соседних домах тоже очень много лута. Бывает спавнится сахар и самогон, но ничего более ценного там не находил. Поэтому следующая наша точка это база МЧС. Многие про нее конечно же знают. Это очень популярное место на лесу. Поэтому заходя туда знайте, что скорее всего там уже кто-то есть или обязательно придет. Но в любом случае хочу чтобы вы обращали внимание на вот эти две стойки. Здесь я всегда нахожу что-то интересное. Звездочки, вазелины и бупрофены, а также офтальмоскопы. И рядышком вот на этой полке тоже бывает офтальмоскоп. Если заходите сюда, то обязательно проверяйте эти места. Также нужно не забыть рассказать про самую большую скалу на карте, на которую можно забраться. Здесь есть матрас со спавном самогона и биткоина. А также бункер, в котором очень часто можно найти даже несколько золотых цепочек, львов и биткоинов. Я уверен, что уже многие знают про эти три спавна фиолетовых лабораторных карт на лесу. Но так как я делаю такое видео, нужно про них тоже упомянуть. В кирпичном здании недалеко от базы МЧС есть спам такой карты, а также самогона. В другой части лесопилки рядом с крытым ангаром стоит машина, в багажнике которой тоже иногда можно найти фиолетовую карту. Также один из моих подписчиков сказал, что в этом крытом ангаре я находил в начале этого вайпа биткоин. Я эту инфу подтвердить никак не могу, но хочу сказать, что часто здесь встречал довольно интересный лут, как медицину, типа аптечек, ибупрофенов, звездочек и так далее, так и всякие файвай камеры, мультитулы и тому подобное. Место довольно интересно, не забывайте чекать. И последний третий спам фиолетовой лаб карты находится на КПП, машине на водительском сидении. Также нужно упомянуть, что во времянке, которая стоит рядом, с левой стороны очень часто спавнятся крутые прицелы, глушители и даже топовые в игре ПНВ, которые стоят около 200 тысяч рублей. Поэтому заглядывайте и туда. Друзья, мне почему-то кажется, что многие из вас хотели бы увидеть подобное видео и по другим картам, где я расскажу про такие же места, которые не все знают и многие просто пропускают этот лут. Поэтому, если вам это действительно интересно, покажите мне это в виде ваших крепких лайк уж мне за шиворот и комментариев. Если видео со временем наберет больше тысячи лайков, я с удовольствием продолжу эту рубрику для вас. Ну и конечно же, если ваша цель это спокойно попутаться по карте, чтобы вам мало кто помешал, то лучше всего выходить в рейды ночью с ПНВ. Поэтому вам будет полезно мое недавнее видео, в котором я рассказал, какой постфикс на данный момент идеальный для игры ночью. Ну а на этом я буду прощаться с вами. Крепко обнял приподнял каждого из вас, кто досмотрел это видео до конца. И хочу пожелать вам всего самого наилучшего. До встречи на просторах Таркова, бойцы!